В деревне Валище 350 дворов. И теперь у сельчан есть возможность ощутить все удобства газификации в собственных домах. Воспользовались этой возможностью как молодые семьи, так и пенсионеры. Теперь в 92 домах будут пользоваться природным газом. Выражаем огромную благодарность руководству страны, руководству облсполкома, райсполкома за то, что на такие населенные пункты, как наш, обращено огромное внимание. Ну а местным жителям была возможность практически каждому жителю подвезти газ к своему дому. На торжественном открытии право перерезать ленту предоставили председателю Валищинского селесполкома Тамаре Евобещевич и директору производственного управления «Пинскгаз» Александру Сенкевичу. Мы сегодня находимся в историческом месте. Буквально несколько часов тому назад здесь была произведена врезка действующей подводящей газопровод всего распределительного газопровода по деревне Валища. Конечно, сам подводящий газопровод мы начали строить в 2013 году. Но буквально не прошло и двух лет, как мы уже полностью сегодня закончили газификацию деревни Валища. Протяженность подводящего газопровода – 15 километров. И с июня месяца по населенному пункту Валища проложили почти 8 километров. На строительство было затрачено около полутора миллиардов рублей. Из них более одного миллиарда – бюджетное средство. Очень слаженно проходили работы. И хотел бы отметить именно отношение населения к самой газификации. Потому что деревня была практически разрыта траншеей. Вы понимаете, что газопровод не по воздуху идет. Но отношение людей к самой газификации, особенно к общестроительным работам, какое-то было необычное. Не было ни одной жалобы, не было ни одного обращения. Зато вклад самих людей, вот где-то каждый хозяин, вот чувствовался хозяйский подход, что каждый хозяин напротив своего дома, а то и соседа еще, и убрал, и подмел, и подгреб. Во время строительства жители Валища отнеслись с пониманием к временным неудобствам, что позволило работникам оперативно и качественно завершить работы на объекте. Евгения и Петр Левошко уже ощутили все преимущества появления голубого топлива. Евгении стало проще управляться на кухне, на новой газовой плите, а Петр теперь не тратит время и силы на протапливание дома дровами или углем. Спасибо, конечно, государству, в первую очередь, что заботится о нас, о сельской местности, что нам, мы уже дождавши пенсионного возраста, дождали такой прекрасной услуги, как газ. Ну и трудности не будет, дровами, дождались такой уже хорошей этой. Большое спасибо государству. Кроме того, всем желающим в случае необходимости могли предоставить кредит на выгодных условиях для проведения газа в дом. Большое подспорье всем дружинникам было в том, что была возможность взять льготный кредит. Человек обращался в Пинский райисполком, получал разрешение, и все, кто желал, этот кредит брали. Но, конечно, те, кто сумели сэкономить деньги, кто работает в хозяйстве, имеют свои определенные доходы, делали это за счет собственных сил. Газификация еще одного села в Пинском районе – важное событие. Благо цивилизации доступны теперь и жителям Валищ, что, несомненно, самым лучшим образом повлияет на качество их жизни.